В прошлой ночи около трех часов на улице Некрасова города Якутска произошел пожар в частном доме. К моменту прибытия первых пожарных расчетов дом горел открытым огнем. За полчаса огонь был ликвидирован, но, к сожалению, на месте пожара были обнаружены тела двух мужчин, уроженцев Эвена-Батантайского района. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Предположительно, причиной явилось неосторожное обращение с огнем. По неподтвержденной информации, здание было частной гостиницей и в нем были размещены пассажиры авиакомпании «Полярная авиалиния», которые в свое время не смогли вылететь. Об этом подробнее по телефону сообщает Туяра Филиппова. Мы вначале были в гостинице по Некрасова 6-1. Там нам дверь не открыли, высокие заборы. Снаружи вроде не видно, что пожар произошел, но там видно, что тушили, вода замерзшая. Подъезжал с управы промышленной, как раз когда мы были, Александр Подголов. Его тоже не пустили. Он тоже только от полиции узнал, что два трупа на месте обнаружено пожара. Хозяйки гостиницы, видимо, частная гостиница, они сказали, что только в час через полицию дверь не открыли. Потом мы приехали в аэропорт. Сейчас мы вот в аэропорту находимся. Встретились с очевидцами события, с пассажирами рейса «Сокрыр». Это люди, которые в десятый день не могут вылететь в «Сокрыр» из-за погодных условий. Само здание аэропорта нас тоже не пустили. Люди вышли на улицу. Мы с ними пообщались. Они рассказали, что в десятый день не могут вылететь домой. Их полярная реалиния разместила в гостинице, вот в этой частной «Анюта» на Некрасово 6, дробь 1. Но они посетовали на то, что условия очень плохие, там холодно. И, по словам очевидцев, горело второе здание гостиницы. Там, видимо, два здания. Там ночевали два парня молодые, которые вот сгорели сегодня ночью. Их не могли спасти. Прямо огонь был из окон. Они окна разбивали, но так и не смогли спасти этих людей. Все пассажиры находятся в аэропорту, ждут опять-таки рейса. Но сегодня очень холодно, поэтому и наверняка в «Сокрырии» тоже. Поэтому вряд ли они вылетят. Люди очень возбуждены. Они говорят, что представители авиакомпании вроде как с ними разговаривают. Обещали им помочь. Но пока мы официального комментария от полярных авиалиний не услышали. От полиции, от следственных органов пока официальных комментариев нет. Пока на этот час все.